Сейчас попробуем произвести простейший ремонт жесткого диска от ноутбука Glassdoor Digital Scorpio Blue на 320 гигабайт Жесткий диск не определяется ни в Windows, ни в BIOS То есть он крутится, на него подается питание Блины работают, но, соответственно, идентификация никакого не проходит Для ремонта нам понадобятся претензионные отвертки Вот такой наборчик Он, в принципе, в любом магазине есть И ластик, обычный ластик Итак, необходимо открутить болты Их тут раз, два, три, четыре, пять, шесть штук Откручиваем Необходимо будет снять плату Контроллера И там уже посмотреть, в чем, собственно, проблема Вот так вот, мы открутили винты Снимаем плату контролера аккуратненько Здесь такая вот подушечка Собственно, что надо смотреть Осмотреть надо вот эти вот контакты Вот видите, здесь окислы появились Значит, их надо вот этим пластиком Жаль на синим концом очистить Берем ластик и вот так вот очищаем Очищаем, чтобы было чисто Можете спиртом не притирать Я считаю, это все лишнее А вот так контакт будет Ластик прекрасно очищает от окислов Также еще можно с обратной стороны почистить контакты Здесь у нас тоже доля окисла Все, контакты у нас подчищены Теперь здесь сзади Можно надевать плату контроллера На жесткий диск И прикручивать Вот таким вот образом Она у нас устанавливается И перекручивается Без особых усилий И последний винт Прикручиваем Всего на шести болтах у нас держится контроллер Сейчас попробуем включить Проверить, работает ли жесткий диск После такого элементарного ремонта Так, подсоединяем жесткий диск Включаем Включаем Итак, народ Ремонт К сожалению Не совсем помог Устройство определяется как USB девайс Но дальше дело не идет Диск щелкает Видимо, запала головка Теперь будем разбирать Жесткий диск И вскрывать Собственно Крышку Добираться до блинов Здесь также надо будет открутить Несколько Полтов на крышке Это, в принципе, не проблема Некоторые из них скрыты Вот такими наклейками Их придется Стирать Но ничего не поделаешь Так, наклейки я убрал Аккуратненько Гарантийные Теперь Откручиваем оставшиеся болты И будем снимать крышку В этом деле Главное Быстрота и аккуратность Чтобы Не попала пыль у нас На блины Надо постараться Все делать быстро Сейчас покажу В чем, собственно, прикол Так, вот здесь У нас еще один Был скрыт болт Пришлось отодрать Немножко Наклейку Заводскую Переоткручиваем Последний болт И будем Снимать крышку Винчестера Нет, ребята Не все Вестон Диджитл Не так все просто Еще один болт Вот он здесь был Под наклейкой Теперь это уже Я надеюсь Последний Так, снимаем крышку Что мы тут видим Головка у нас Получается На месте Так, ладно Проверяем Проверяем Как у нас Блин вращается Нормально Так Попробуем так поставить Что она у нас Определит Так, установили мы Крышку на место Сейчас пробуем Собирать И запускать Жесткий диск Не получается Пробуем запускать Без крышки Посмотрим Что из этого получится У нас Собственно Ничего И не получается Да Проблема Я у нас Контроллером Проблема Я у нас Контроллером Ну, ничего Собственно Не происходит Ремонт Не перелом Никаким успехом Надо разбираться Пады контроллера Собственно Вот диск Проключен И вот Такая ерунда Происходит Кто знает В чем проблема Пожалуйста Пишите В комментариях Будет интересно Разобраться Контроллер Полетел Либо Это проблема В чем-то Другом В общем Надо разбираться Понятно Что диск Убитый Но Хочется понять Что из него Можно выжить В чем Причина Поломки Собственно